Старшего вожатого лагеря «Россия» обвиняют в том, что он в течение 9 лет растлевал детей. По версии следствия, за позирование перед фотоаппаратом он позволял подросткам позже возвращаться из дискотеки. В туалетах и ваннах установил скрытые камеры. Небольшими денежными вознаграждениями заманивал к себе домой. В квартире вожатого силовики обнаружили около 15 тысяч фотографий с детской порнографией. 33-летний мужчина признал свою вину. Он, кстати, женат. Супруга, которая не знала, что делает ее супруг, вызывает, конечно, безусловно, вопрос. Такая постановка, такой ответ ее. Супруга обвиняемого продолжает работать в лагере. Его коллеги по-прежнему называют его педагогом от Бога. А психологи дают советы, как распознать, что к вашему ребенку пристает педофил. Ребенок осознает, что он делает. Даже в возрасте 5-7 лет он осознает. Он чувствует некий такой подтекст. Поэтому, чем ближе, тем лучше у себя отношение с ребенком у родителей, тем меньше шансов ему попасть. Потому что он все равно расскажет о том, что происходит с ним. Вычислить педофилов помогают так называемые кибердружинники. Это представители международного общественного движения «Дети планеты». Именно они первыми обнаружили в интернете фотографии с детской порнографией, сделанные самарским вожатым. Сейчас в поле зрения этой организации попали еще трое самарцев. Это сотрудники одного из местных вузов. По этическим соображениям, пока мы не будем озвучивать ни их фамилии, ни название учебного заведения. И как только будут иметься в распоряжении следствия все необходимые доказательства по совершению того или иного преступления теми лицами, которые вы озвучили, то в отношении них будут приняты соответствующие меры. Всего в этом году, так же, как и в прошлом, в Самарской области по статьям «Насилие» и другие действия сексуального характера возбуждены 23 уголовных дела. Продолжение следует...